Это оборотная сторона помпезной Астаны, территория столичной станции аэрации. Место, где очищаются канализационные отходы, которые потом попадают в этот накопитель – Бошан. Сейчас это большое озеро. Неприятные запахи отсюда часто заставляют морщиться высокопоставленные носы Астаны. Поэтому власти строят дополнительные очистные сооружения. А Бошан хотят превратить в зону отдыха. Цена вопроса – свыше 60 миллиардов тенге. На днях строители наткнулись здесь на могильные плиты вековой давности. Выяснилось, что на территории очистной станции есть неучтенные в генплане столицы мусульманские кладбища. Гражданский активист Канат Блялов буквально вчера узнал, что могила его прабабушки может не стать. Ему сообщили жители бывшего аула Талдыколь, которых в 60-х годах прошлого века власти переселили с этих мест, чтобы построить очистные сооружения. Именно их предки и родственники покоятся под этой строительной площадкой. Вот только что мы проходили с Ахсахалами и видели даже места массового захоронения. И теперь вот здесь свободно работает техника, все выковыривается. Перезахоронить тела. Такой вариант предложили талдыкольцам чиновники. Но местные говорят, что этого делать нельзя. Даже в угоду благоустройства строительства. И дело даже не в религиозных догмах. Перезахоронить эти могилы невозможно. Плит нет. Никто уже не знает, кто где лежит. Есть общие захоронения в году и Голодомора и репрессий. Есть, которые умерли от тифа. В центрах таких столиц, как Нью-Йорк и Москва, есть кладбище. Это нормальная практика. А от того, что мы сравняем могилы, никто ничего не выиграет. Только ненависть среди народа посеет. Наша основная просьба, чтобы кладбище оградили забором в соответствии с генпланом Астаны. Нам самим это не подсело. Единственные, кто с уважением отнесся к памяти умерших, это строители. Обнаружив могильные плиты, они на время приостановили работы. То, что сохранилось от некогда большого кладбища, аккуратно сложено на стройплощадке. Теперь талдокольцам предстоит большая работа по идентификации могил. Если власти проигнорируют просьбы сельчан, то казахстанская столица рискует называться городом на костях.